В Кустанайской области не хватает 350 врачей, причем 100 из них в селе. Еще 600 человек, дефицит медперсонала. Особенно не хватает в больницах и поликлиниках, акушерок и фельдшеров. В 2018 году начата подготовка ста специалистов по медицински специально за счет местного бюджета, ведущих вузах республики на суббот 400 миллионов. Несмотря на проводилую работу по снижению кадровых дефицита, в некоторых районах наблюдается отсутствие акушеров-гинекологов и реаниматологов. Акушер-гинекологов катастрофически не хватает в городах Аркалык, Житогоринской, Корабалыкской и Норзунских районах. Отсутствие данных врачей в медицинских организациях ведет к угрозе получения летальных исходов при лечении. Чтобы привлечь молодых врачей на работу в регион, им выплачиваются подъемные пособия, выделяется жилье, оплачивается арендная жилья. В прошлом году на это выделено 56 миллионов тенге. Но при этом еще 20 миллионов тенге областной бюджет остался должен молодым врачам. Аким Кустанайской области подчеркнул, что дополнительные деньги, это 100 миллионов тенге для города и 134 миллиона тенге для села, будут выделены из госказны уже на ближайшей сессии областного маслехата. Следующего также надо, чтобы закрыть полностью. И удержать нам надо еще те кадры, которые уходят, потому что заработную плату повышаем. Кроме того, надо работать тоже, есть у нас люди пенсионного возраста, хотя бы, чтобы стимулировать их, чтобы они оставались, еще работали, пока замены не найдете. Средняя нагрузка одного врача, как вы сейчас информировали, 2600. За два года мы должны выровнять. Больницам и поликлиникам в Кустанайской области придется поторопиться в привлечении специалистов. Согласно новому приказу Министерства здравоохранения, если один врач будет обслуживать больше 1700 человек, медучреждения будут штрафовать. В Кустанайской области показатель прикрепления к одному врачу составляет 2600 человек. Проведенный анализ показал, что по состоянию на 1 апреля текущего года средняя нагрузка на участок врача общей практики не соответствует 18 медицинских организаций из 31. Кроме того, средняя нагрузка на одного врача общей практики соответствует только в Уликольском и Комистинской центральной больнице. В пяти медицинских организациях средняя нагрузка на одного врача общей практики превышает 4000 человек. Темят учреждения, которые не смогут снизить нагрузку на одного врача, общей практики ждут штрафы, причем процент будет вычитываться из общей суммы, которую получит больница или поликлиника из фонда медстрахования. Чтобы избежать денежного наказания, а оно начнется взиматься уже с 1 сентября, на работу нужно принять 76 врачей.